Новый аэровокзал Южно-Сахалинска вошел в активную фазу работы. Правда, на один день. Во вторник воздушная гавань прошла масштабное тестирование. Все службы от стойк регистрации до паспортного контроля подвергли проверке боя. Для этого в комплекс приехали сотни волонтеров. Они стали первыми, пусть эффективными, пассажирами. Как для них сложился путь от дверей до выхода на посадку, расскажет мой коллега. Эта вереница автобусов тоже часть масштабного теста нового аэровокзального комплекса. В них проверять, все ли готово к работе, привезли 300 волонтеров. Каждый из них со своей ролью. Каждый с миссией найти недочеты. Проинструктировать 300 человек, пожалуй, первая из бесконечного числа задач на сегодня. Каждому нужно раздать сценарии с ролью, маршрутным листом и анкетой. В ней волонтеры по десятибальной шкале оценят работу той или иной службы. Марине Нургалиевой и Надежде Торповой досталось изображать провожающих. С этим не раз справлялись и в жизни, признаются с Халинки. У меня сын у меня летает 3-4 раза в год. Встречаем, провожаем. Нам задание – пройти процедуру досмотра. Мы ее прошли. Найти туалет, пройти к стойке информации, пройти к упаковке багажа. Потом ознакомиться с информацией, табло вылет, узнать про услугу «Фесттрейк», оценить информативность навигации. И такие задачники в руках у каждого волонтера, но с разными вводными. Если одни должны без нюансов пройти путь от двери до посадки, то миссия других – нагрузить службы сопутствующими проблемами. У кого-то рейс задержали. Нужен пункт временного расположения и питания. Потеряли билет – решение найдется. Я обратился, мне подошли, сказали подойти на регистрацию, объяснить все, как получилось. Я спустился, меня сопроводили, я объяснил. Буквально 5 минут мне сделали новый посадочный талон без проблем, без ничего вообще. А для этого нужен документ? Ну да, она паспорт попросила, я паспорт показал, она посмотрела. И как бы все сделали, все хорошо. Стойки регистрации в целом принимают на себя немалую нагрузку. В новом аэровокзале их невиданное ранее количество. 24 штурмуют пассажиры по обыкновению, чаще всего те, над которыми нависает слово «Москва». Здесь работать приходится быстро, сотрудники стремятся к эталону, а он требует каждую минуту отпускать по человеку. Итого 60 пассажиров в час должны проходить регистрацию через одну стойку и почти полторы через 24 окна. Наша задача сегодня, по итогам дня, выявить максимальное количество недочетов. В этом и есть суть тестов на приятии. То есть чем хуже пройдет, тем лучше, на самом деле. Поэтому у нас будет еще две недели доделать, допилить, устранить все-все-все замечания. Что именно нужно доделать прямо сейчас, неизвестно. В аэровокзале надеются обработать 300 анкет хотя бы к концу недели. Запустить же в полноценную работу объект намерены в августе.